В китайских СМИ появилась информация, будто Управление коммерцией города Чанчунь и государственный концерн Фау готовят совместный проект поставок поддержанных автомобилей на территорию России. Первая партия будет состоять сразу из 5000 машин, включая 1000 седанов Volkswagen Jetta. О возрасте, пробеге и состоянии автомобилей информации нет, но есть одна зацепка. Поднебесный выпуск Jetta закончился еще три года назад. Добавим, что китайская Jetta не является родственницей знакомой россиянам модели. Это локальная версия нашей Шкоды Рапид первого поколения, которая притом отличается оригинальным кузовом и интерьером. В гамме двигателей этой модели есть хорошо знакомые россиянам атмосферник 1.6 и турбомотор 1.4. Кроме того, в последние годы седан оснащался экзотическим полуторалитровым агрегатом без надува. В Китае такие Volkswagen нередко закупали таксомоторные компании, поэтому нельзя исключать, что вся партия поднебесных Jetta — это вернувшиеся лизингодателю экземпляры и служб такси и корпоративных парков. Оставшиеся 4000 — это представители люксовой марки «Хунци» или «Красное знамя». Чтобы было понятнее, «Хунци» — этакий аналог нашего «Ауруса», что поставляет автомобили тамошней, партийной, правительственной и бизнес-верхушке. Впрочем, в гамме роскошного бренда также имеются относительно народные модели. Например, седан «Хунци» H5, ставший первой моделью, предназначенной для частных покупателей. Кстати, его первое поколение было перелицованной «Мазды 6». Очевидно, что все «Красные знамена» окажутся списанными из гаражей чиновников. Это означает хорошее состояние, но сомнительный моторесурс, ведь водители служебок не глушат двигатели, дожидаясь своих пассажиров. Добавим, что это уже вторая попытка китайцев ворваться на российский рынок автомобильного секонд-хенда. В 2019 году границу пересекла партия машин малоизвестных брендов. В списке были «Хафэй», «Синькай», «Суиск» и другие. Из-за несоответствия этих автомобилей российским требованиям по безопасности, владельцам техники так и не удалось получить обязательные сертификаты под названием СБКТС. В итоге легковушки пришлось утилизировать. Очевидно, что более современные «Фольксвагены» и «Хунци» должны отвечать актуальным нормам. Однако надо быть готовыми, что они как минимум будут лишены северных опций, вроде подогревов сидений и стекол. Субтитры создавал DimaTorzok